Доброго здравия, друзья! Любой, кто хоть немного знаком со славянской культурой, конечно же, знает о существовании камня Аллатырь, сакрального центра мира, тот камень, который всем камням камень, тот камень, на котором растет мировое древо, ось наших миров. И эти представления так устойчивы, что символ камня Аллатырь прошел через века, через тысячелетия. И, конечно, он сохранился в северной обрядовой вышивке. И я предлагаю вам подумать о вышивании этого знака как символе, который поможет укрепить здоровье, счастье, благополучие и придаст жизни вашей и вашей семье какую-то удивительную, магическую устойчивость и красоту. Наверное, вы подумали о восьмиконечной звезде, которая так широко известна и распространена, например, на северных свитерах в северном вязании. Но это не совсем так, мои дорогие, потому что я познакомлю вас с двумя символами мировой горы, камня Аллатырь. Один из них – то, как в северной вышивке вышивается восьмиконечная звезда, как она вписывается в обережный узор, который можно замкнуть и сделать оберегом. И я познакомлю вас с другим изображением мировой горы, который гораздо более чаще встречается в нашей вышивке. Но и это еще не все, потому что я дам вам час обрядовой беседной музыки. Это традиционное пение, которое исполняли на беседах, то есть на встречах, когда собирались девочки, девушки, женщины, старушки. И в это время они передавали опыт и красоту, и тайны женского чародейства, тайны северной вышивки. Теперь дело за вами. Приобретайте мастер-класс, вышивайте, открывайтесь северному традиционному чародейству и будьте счастливы, мои дорогие.